По инициативе жителей многоквартирных домов можно организовать ремонтные работы и привести внутренний двор в порядок, чтобы и машину непроблематично было припарковать в любое время года и детям погулять на площадке рядом с домом. Дарья Чупрова продолжит тему благоустройства придомовой территории. Жители дома 22 на улице Волчейского, а также 2-го и 4-го дома на улице Ненецкая собрались обсудить благоустройство дворовой территории. К ним присоединились и представители власти, чтобы определиться с дальнейшим планом работы. Не первый год уже бьемся о необходимости организации здесь выездов, въездов, то есть на въезде во двор ямы. Также необходимо обустроить автомобильную парковку, ввиду того, что здесь хаотично все установлено, в том числе, естественно, детская площадка, которая отсутствует. Необходимо благоустройство. Работы собираются проводить не только во дворе, но и у музыкальной школы. Там также надо предусмотреть парковочные места для автомобилистов. Эта территория была отобрана в рамках проекта «Городская среда». Жители путем голосования выбрали участок в городе, который в первую очередь необходимо благоустроить. Помимо этого проводились и непосредственно собрания с жителями домов. Мы в июле месяце повторно провели голосование о том, что жители готовы и согласны с благоустройством, и согласны включить свой ресурс, как трудовой, так и финансовый, подключить в эту работу. Потому что планируем, что это благоустройство станет на обслуживание управляющих компаний этих трех домов. По словам сенатора, это будет положительный пример партнерства инициативных жителей региональных и муниципальных органов власти. Если здесь комплексно подойти к благоустройству территории, она будет эффективна не только для жителей этих домов, но и в целом для жителей города, которые пересекают здесь улицы. Ведь данный участок – центральный район столицы Ненецкого округа. Полагается, что благоустройство начнется уже в следующем году. В федеральные органы власти услышали наш вопрос о том, что всеобразной методикой изменена была расчета получения финансовых средств, которые позволяют нам увеличить фактически в 10 раз федеральные средства по проекту «Комфортная городская среда». Проект еще будет обсуждаться. Решаться, какие конкретные элементы благоустройства необходимы – дорожное покрытие, правильно организованные парковочные места, детская площадка или силовые тренажеры. Все эти площадки делаются из экологического чистого материала, который произведен на нашей территории Российской Федерации, безопасный для детей, безопасный и комфортный. Потому что наша задача – это безопасное и комфортное проживание наших жителей. С октября по декабрь будет проводиться распределение бюджета и обсуждение деталей проекта. Все это для создания комфортных условий для разных поколений – от малышей до людей старшего возраста. Чтобы из окна было приятно смотреть во двор и на улице проводить время. Дарья Чупрова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова